Не хватает ресурсов на все планы. Алтайский бройлер развивается за счет инвестиций и за год готов удвоит производительность. Так и лес кончится. Куда справляет нужду сотни ожидающих у медицинских учреждений на горной части Барнаула? Получил письмо от детей на передовой и приехал поблагодарить малышей, как воспитанники Барнаульского детсада познакомились со своим защитником. Депутаты городской думы сегодня решили дать мобилизованным отсрочку по оплате за аренду муниципальной собственности, в случае, если те арендуют такую квартиру или земельный участок. А срочку предоставят физическим и юридическим лицам, а также индивидуальным предпринимателям. Порядок предоставления льгот утвердят постановлением администрации города. Барнаул также сможет приобретать и передавать ряд товаров для нужд спецоперации, а именно беспилотные летательные аппараты, средства радиосвязи, электроники, приборы ночного видения, бинокли и т.д. Закупать это будут на основании заявки от Министерства обороны, а товары безвозмездно передавать в федеральную собственность. Вслед за краевыми парламентариями городские депутаты также обсудили бюджет на ближайший год и приняли его в первом чтении. 21,5 миллиарда прогнозируемый доход, расходы 22,5 миллиарда, тем самым дефицит составит чуть больше миллиарда рублей. Бюджет вновь будет социально ориентированным. 49 процентов направят на сферу образования, а именно 11 миллиардов 155 миллионов рублей. На ЖКХ запланирована сумма в размере 3 миллиардов 15 процентов от общего бюджета. На поддержку городского транспорта запланировано чуть больше 400 миллионов, на дорожную сеть 349 миллионов, на переселение граждан из ветхого и аварийного жилья 505 миллионов. Задавались вопросы и по социальной сфере, задавали вопросы по сельским дорогам. Я вообще отметила, что депутаты старались посмотреть те болевые точки, о которых им говорили наши парновольцы в ходе избирательной кампании. Они как раз на них и опирались. Как это заложено в бюджете, насколько это будет реализовано, вот пока им было удобно двигаться от наказа. Но это очень хорошая практика. Бюджет в первом чтении приняли почти единогласно. Такой полемики, как в краевом парламенте, не было. Но все-таки несколько человек из вновь избранных депутатов проект не поддержали. Ко второму чтению бюджет претерпит изменения, но насколько вырастут цифры, пока неизвестно. На месте сгоревших цехов алтайского бролера в Бийске запускают новые объекты. Спустя год компания не только оправилась от крупного пожара летом 2021, но и доработала инвестпроект, несмотря на непростые экономические условия. Губернатор края Виктор Томенко и основатель группы Черкизова Игорь Бабаев осмотрели новые объекты, благодаря которым мощность алтайского производителя может вырасти вдвое. Подробности далее. Алтайский бролер ждала существенная модернизация, но после пожара летом 2021 пришлось изменить план и отстраивать цеха. Так здесь вырос современный объект. Это камера хранения охлажденной продукции рядом с замороженной. Цех появился благодаря московской группе Черкизова, которая с инвестиционными планами зашла на Алтай несколько лет назад. Когда идет охлажденка, мы с вами должны ее где-то минус 5 хранить, чтобы он просто... Ну это очень короткий срок годности. А дальше, когда у нас охлажденка, мясо должно в толще проморожено быть. Потому что если мы просто будем морозить, оно сверху заморозится. Поэтому шоковая минус 36-38 проморозилась. Все равно я вам советую охлажденное мясо. Тот объем, от которого мы стартовали, когда начинали совместно работать, когда компания выкупила тогда алтайский бройлер еще. Значит, увеличение практически двукратное. Экономическая ситуация непростая, но компания не провалилась в работе. По итогам 22-го мясо произведут больше, чем годом ранее – более 70 тысяч тонн. А в ближайшие годы повысят и этот уровень. И мы выходим на 115 тысяч тонн птицы. Это практически мы удваиваем мощность. Мы выводим полностью весь технологический цикл на другой уровень. Если у нас сегодня линия 6,5 тысяч голов в час, то она будет примерно 10,5. В будущие показатели инвестируют 3,5 миллиардов рублей. Так, предприятие скоро введет 6 новых птичников на откормочной площадке в Зональном районе. По словам Бабаева, пятиярусные клетки для выращивания птицы – лучшее технологическое решение сегодня. В виде спроса местной реализации по Сибири, наша птица востребованная, у нас ее реально не хватает. Алтайский край имеет сумасшедшие преимущества над всеми регионами Российской Федерации. И с точки зрения экологии, и с точки зрения фуража, и с точки зрения вообще, понимаете, рынка. Сбывают алтайский броллер в регионы России, Китае и другие страны Азии. С точки зрения продаж, нам на руку наличие кормовой базы и сельхозугодий. Хотя вопросы земли и энергетики мешают полномасштабному развитию инвесторов. В их планах завод по переработке продукции в Бийске и даже маслоэкстракционный завод. А пока правительство края помогает подключать площадки к инженерным сетям и планирует ремонт дорог к объектам. Заминированный лес обнаружили на Заменогорском тракте. Речь идет об экскрементах, которые оставляют на минуточку не собаки, а люди. Их с легкостью можно было бы обвинить в своей беспечности, но может быть есть какое-то обстоятельство, которое не позволяет людям справить нужду по-человечески. Продолжит Ирина Корчагина. Остаются здесь и бумага, и маски с лица. Ну, собакам, как говорится, этого совершенно не надо. Сергей Николаевич как-то вышел на променад и был ошарашен. Лес возле перинатального центра, а также возле краевой поликлиники стал общественным туалетом. А вот, по-моему, подгузник лежит, нет? Да, ну, может быть, да. И все понятно, где мужчина, где женщина. Это же элементарно все понимается. Как вы понимаете, где мужчина, где женщина? Ну как, ну, все-таки следы какие-то мужские, а где-то женские следы. А ведь люди приезжают в эти больницы со всего региона. Ждут своих родственников в машине, иногда часами. Понять ждунов можно. Как тут не сходить в лесок? Никого не пускают. Только клиентов. Посетители сказали, не пускают. И сопровождающих тоже. А по сколько приходится ждать иногда? Часа четыре, пять. То есть, получается, мы можем сделать вывод, что за эти четыре-пять часов человек может заходить все-таки в туалет и сходить в лес? Да. Как в пробке. Вы даже вот так вот примерно можете посчитать, что на самом деле установка вот обычного деревянного туалета, это, ну, не так уж и дорого? Ну, это пять тысяч стоит обычный вот сборный туалет, который продается по объявлениям, который многие дачники себе покупают. Ну, прилично так выглядит, даже красиво. Но если пару поставить, десять тысяч – это вообще ни о чем. Захотят ли чиновники облегчить жизнь гостям краевой столицы и ее жителям? Этот вопрос мы отправили в Минздрав. А наш герой считает, что ходить в туалет зимой сквозь сугробы и осенью в голый лес – это даже какое-то унижение для пациентов и их родственников. Как можно об этом было не подумать? Любого чиновника, который все это организовал, если поставить в такие уже условия, то наверняка он уже сообразит. Ирина Корчагина, Андрей Печоркин. День с толком. Участник спецоперации из Барнаула, который приехал домой в отпуск, первым делом отправился поблагодарить авторов детских рисунков. Ребята из детских садов уже несколько месяцев рисуют приветы для мужчин на СВО. И эти приветы действительно помогают поднимать настроение бойцам. Наша съемочная группа сегодня познакомилась с маленькими патриотами. Лица людей – светлый карандаш, военная форма – зеленый. Малышам напоминают правила, хотя в этом процессе все идет от души. Установка против воздушных военных бригад. В мае дети впервые рисовали для солдат. В рамках акции 156-й детсад отправил в зону проведения спецоперации вещи и письма от мальчишек и девчонок. Одним из получателей оказался Барнаулец. По понятным причинам показать его мы не можем. 24-летний парень, командир. Сначала он попросил поблагодарить детей и свою маму, а приехав в отпуск после ранения, заглянул и сам. Мы его встречали, обнимали. Он спросил разрешение, можно детей на руки взять. Хотя он молодой, он еще не отец. Но вот ему хотелось поблагодарить детей. Я рисую голуби мир. Как ваши дети помогут солдатам на фронте? Ну, поддержат их. Они дадут смелость и много машин, какие станут еще мощнее. Витя рисовал уже все. Танки, самолеты, истребители, бомбардировщики и обязательно пожелания от себя. Пусть где-то как-то выражаются они не так красиво, возможно, как мы. Но искренность, она очень чувствуется в их словах. Мужчины военные берегут детские письма. Поэтому малышей просят рисовать еще. И эти рисунки скоро отправят на передовую. После встречи с участником спецоперации, образ бойца для детей перестал быть общим, говорят воспитатели. И они стали понимать, для кого пишут и зачем. Они были очень восхищены, удивлены, что перед ними стоит молодой человек в гражданской одежде, улыбается, но при этом он защитник. Кем ты хочешь стать? Вдруг уже придумал? Спецназом. Спецназом. А если позаботиться на войну, я пойду сюда. А не страшно будет? Я на двору муху поднималась, мне было не страшно. Это когда ты делал? Летом. Летом. А тебе сколько лет? Шесть. Анастасия Дороган, Дмитрий Денисов. День с толком. Можно ли проехать по сложной трассе, не разбив стакан на крыше авто? Выясняли сегодня автомобилисты. Уже по традиции, накануне Дня водителя, на автодроме Технического университета проходит соревнование по фигурному вождению. Подробности у Дмитрия Дроздова. Минимальный раскрас авто – это не про этих ребят. Жюри при оценке смотрит и на внешний вид машины. Чем ярче, тем лучше, тем выше баллы. Однако участники серьезно подошли не только к оформлению машины, но и к тренировочному процессу. Мы к конкурсу готовились всю неделю, с понедельника по четверг. Тренировки проходили буквально с обеда и до самого вечера катался, делал первое упражнение, улучшал результат. С командой тренировали замену колеса скоростную. В общем, улучшали свои результаты. Аплодисменты отдельно! В этот раз участников было немного. Всего три команды. И все из политеха. Но зато все остались с призами. Автолюбителям предстояло пройти четыре испытания. Это конкурс капитанов. Лидеры должны были за короткое время проехать специальную трассу. Дальше техническое знание автомобиля. Уже в командной работе участникам нужно было быстро провести шиномонтаж колеса, что сейчас, в принципе, актуально. Вишенкой на торте стал заезд девушек. Их главная задача филигранно проехать круг подчета и при этом не разлить воду из стакана, оценивала ребят опытная жюри. Вообще, критерии разработаны, положение о конкурсе, оно до команд доведено. Считаться будут как время выполнения упражнения, так и количество ошибок при выполнении этого упражнения. Свою готовность к любым испытаниям показали все участники соревнований. Но победила не дружба. Первое место у команды факультета энергомашиностроения. Серебро у автолюбителей из колледжа. И бронза у строительной кафедры. Все команды получили призы от спонсоров. Очень нужные вещи для владельцев авто. Инструменты. Дмитрий Дроздов, Дмитрий Денисов. День с толком. Как объяснить ребенку правила поведения на железной дороге, чтобы это было не скучно? В РЖД придумали свой способ. Детям не только рассказывают о том, почему, например, поезд не может быстро остановиться, но и показывают с примерами из отечественных мультфильмов. Подробности далее. Нельзя на железные пути кидать посторонние вещи. Это может что? Привезти к чему. Ответы на эти вопросы подскажут герои мультфильмов. Сотрудники РЖД совместно с сибирской медиагруппой организовали нескучный урок. На примере известных мультфильмов школьникам рассказывают о правилах поведения на железной дороге. Например, почему поезд не может быстро остановиться. О многих правилах ученики четвертого класса сегодня услышали впервые. Нельзя высовываться из окна. Нельзя быть в наушниках, ведь если поезд поедет, вы можете его просто не услышать. И он может, так сказать, переехать. Я по наушнике, если честно, не знал. Про наушники я узнал. Сегодня. Я узнала, что нельзя ходить по рельсам, что нельзя пролаживать под поездом. Именно в таком игровом формате детям больше всего запоминаются жизненно важные правила. Поэтому сотрудники РЖД решили проводить подобные уроки безопасности в школах, детских садах, а также они проводят беседы о безопасном поведении на станциях и в поездах. Именно вот в такой игровой тематике детям больше всего запоминается. Это их стезя, где они все быстро впитывают. То, что визуально им откладывается в их сознании, оно, скажем так, больше эффекта принесет для того, чтобы они это вспомнили потом, когда будут находиться на железной дороге. К сожалению, в этом году на железной дороге пострадали двое детей. Хочется верить, что такие уроки безопасности сведут статистику детского травматизма на ноль. Я хочу сегодня обратиться ко всем жителям Латайского края. В первую очередь родителям, родственникам, бабушкам, девушкам. Прошу, чтобы соблюдали правила нахожения на железной дороге. Ирина Корчагина, Александр Антропов. День с толком. Субтитры создавал DimaTorzok